Может ли человек помнить то, чего не было? Да. Помните знаменитую фразу Бориса Ельцина? «Я устал, я ухожу», в которой не было слов «я устал». Давайте проверим. Вот тот самый момент. Я ухожу. Как такое возможно? Ведь это помнят миллионы людей. Глюк в матрице? Нет. Всему видной одно из когнитивных искажений. Конфабуляция. Это ложные воспоминания, в которых факты соединяются с вымыслом. У каждого из нас есть хотя бы одна галлюцинация воспоминания, о которой мы даже не подозреваем. Кто-то помнит Нутеллу двухцветной, но она одного цвета. Кот Матроскин говорил, что еще и крестиком вышивать может. На самом деле... А помните, как Львенок просил черепаху? «Покатай меня, большая черепаха». А на самом деле... А теперь... Теперь покатай меня, а! Э-э-э! Таких примеров множество. Просто погуглите. Но эффект ощущается лучше всего, когда вы на сто процентов уверены, что так и было. Дело в том, что, когда мы вспоминаем, мозг заново воссоздает события, часто пользуясь информацией, полученной после них. Происходит заполнение пробелов или добавление деталей. И да, это искажение может иметь массовый характер. Например, миллионы людей считали, что Нельсон Манделла умер еще в 80-х годах. И были шокированы, узнав, что это произошло в 2013 году, в возрасте 95 лет. Поэтому конфабуляцию еще называют эффектом Манделлы. Так почему же многие уверены, что Ельцин сказал фразу «Я устал»? Потому что однажды так пошутили по телевизору. И эта шутка дополнила факты. Но одно дело – цитаты из кино и мультфильмов, другое – реальная жизнь. На основе ложных свидетельств невиновных могут посадить или оклеветать. И мало кто будет разбираться, когда именно ваше мнение стало вашим.